Всем привет из Нью-Йорка! Сегодня хотела поделиться буквально чем-то очень сокровенным, это моей любовью к Нью-Йорку, потому что я безумно люблю этот город, он потрясающий, он вообще не такой, как все, и мне очень хочется вам рассказать, почему я так сильно его люблю, потому что это реально какая-то любовь, как говорят, unconditional love, то есть вроде она без причины, но с другой стороны для этого есть тысячи причин, хотя, наверное, есть тысячи причин для того, чтобы жить и в Париже, и в Питере, и в Германии, я не знаю, в любом городе, наверное, для любого города можно найти миллион причин, чтобы жить в нем, чтобы не жить в нем, это просто что-то личное для меня случилось это личное именно здесь, в Нью-Йорке, потому что это не была любовь с первого взгляда, это я первый раз приехала, я очень хотела здесь побывать, но у меня не было такого, что все, это просто город моей мечты, я хочу просто здесь жить, не было такого, может, я еще маленькая была, не знаю, и уже когда я через два года приехала, вот тут меня реально зацепило, я даже не помню, мне говорят, что ты больше всего любишь, мне недавно спросили, что ты больше всего любишь в Нью-Йорке, и что я ответила, это была энергия, потому что это город с просто неимоверной энергией, которую ты можешь подчерпать, который из тебя черпает, но еще больше ты из него черпаешь, и это за свободу, потому что реально этот город дарит свободу, и ты можешь здесь быть кем угодно, когда угодно, зачем угодно, и быть при этом абсолютно счастливой. Вот, и первая причина, почему я очень люблю этот город, потому что сейчас 30 октября, а я сижу как бы в легкой курточке на улице, записываю видео, и реально, тут реально классная погода, то есть я не могу себе представить, что я живу, например, ну в Майами, что как бы целый год у меня лето, вот это я не могу представить, потому что я, ну, привыкла к сменности, к сезону и все такое, мне кажется, что в каждом сезоне есть своя прелесть, и здесь самое прелестное в этом, что здесь длинное лето и короткая зима, то есть есть все сезоны, то есть осень, прекрасная осень, желтые листочки, тут не видно, на мной желтые листочки, очень красивая, потом зима, которая короткая, но при этом холодная, то есть есть и снег, можно и покататься на сноубордах, можно покататься на чем угодно, на коньках, я катаюсь, вот, потом весна, весна просто нереально красивая, везде вокруг все цветет, глухает, белые, розовые цветы, просто безумная красота, мне кажется, я этой весной просто заспавила инстаграм своими фотографиями, чтобы было безумно красиво, ну и лето, лето теплое, лето пять месяцев, то есть с мая по сентябрь было лето, то есть я ходила пять месяцев в платьях, в юбках, и самое главное, что не нужно брать с собой кофточку, то есть вечером будет так же тепло, как и днем, не нужно, справа выходя из дома, брать кофточку, это просто, мне кажется, это очень здорово, это прям очень облегчает жизнь, да, а еще солнце, тут, мне кажется, 350 дней солнца в году, и, ну, когда солнце, не знаю, хочется жить, хочется улыбаться, хочется делать, двигаться, когда нет солнца, хочется, ну, не убиться об стену, но съесть шоколадку и лежать дома под одеялом, вот, потому что за октябрь, по-моему, было два, два таких дня дождливых, а все остальное было как бы тепло, солнце, и все было здорово, вот, так что погоду я здесь обожаю, она, так, вторая причина, вторая причина, это культ здорового образа жизни, я бы сказала, потому что, ну, есть такой стереотип, что в Америке все толсто идят в Макдональсе, может, и в маленьких городах, но здесь, в Нью-Йорке, это такой мегаполис, что здесь все бегают, здесь все катаются на велосипедах, все ходят в джим, в зал, на танцы, то есть все, чем ты занимаешься, ты идешь по улице, обязательно кто-то бежит, причем бегают и днем, и ночью, то есть неважно, эти джимы, все работают круглосуточно, когда в центральный парк ходишь, ну, в субботу утром просто, просто, не знаю, тысячи людей, мне кажется, реально тысячи людей бегают, занимаются спортом, и это здорово, это реально вдохновляет, потому что, ну, меня это реально вдохновило, тоже на занятия спортом, на зал, на велик, на бег, и все вместе взятое, и, ну, это делает, не знаю, это делает меня лучше, и, мне кажется, делает окружающих лучше, ну, не передать эту атмосферу, потому что, ну, как, ну, все бегают, все бегают, а я здесь сижу, жру что-нибудь, как бы, нет, нет, то есть приходится даже вставать по утрам, вот недавно, недавно, два дня назад, я поставила будильник на час раньше, чтобы пойти побегать, проснулась и поняла, что я не хочу никуда идти, и выключила, и решила, что дальше буду спать, и не смогла уснуть, через 10 минут встала и пошла бегать, вот, ну, это, конечно, не всегда случается сегодня, я никуда не ходила, ну, случается ж, раньше бы вообще никуда не пошла никогда, так что это очень классно. Еще что мне нравится в Америке, ну, в Америке и в целом, и в Нью-Йорке в частности, это возможности, то есть говорят, что Америка страна возможностей, а, наверное, Нью-Йорк это страна, не страна, страна, город, город просто супер возможностей, тут ты можешь делать все, что угодно, можешь заниматься всем, чем угодно, и реально тут мечты сбываются, тут, правда, ничего с небес не падает, тут никакой маны небесной нету, но если ты чего-то хочешь, и если ты реально работаешь, ну, трудишься, ты поставил цель, ты идешь к ней, ты ее добьешься, я не знаю, тут все создано для того, чтобы, ну, есть все условия для того, чтобы добиться всего, чего ты хочешь, ай, и да, вот, следующая причина, это какая-то реально внутренняя свобода, которую я именно здесь обрела, то есть, как это сказать, что меня не волнует, что про меня подумают другие люди, вот я сейчас сижу в парке, вокруг люди, а мне все равно, что они подумают, ну, я хочу снять видео, я его снимаю, и это так классно, то есть, ты можешь, я просто, ну, наслаждаюсь, наслаждаюсь моментом, да, камера пала, я наслаждаюсь моментом, я наслаждаюсь жизнью, и, не знаю, как ты писаешь, что, мне правда не все равно, кто чужое мнение, вот, вообще, вот, то есть, начинается с маленьких вещей, с того, что я, там, выхожу из дома без косметики, что для меня раньше было, ну, реально, ну, поменьше, порой невозможно, то есть, я помню, в Питере я в зал красилась, потому что, вот, стеснялась, как бы, сейчас я понимаю, что это я, и чужое мнение никак не повлияет на мое мнение о себе, то есть, оно ничего не изменит, и, ну, это реально, это очень ценно, это очень ценно, как бы, я, я живу той жизнью, которую хочу, вот, что бы я не захотела, я это делаю, и это потрясающе, блин, там, так, чуваки орут, мне кажется, они будут орать мне в камеру, может, мне пересесть, они, сейчас попробую пересесть, поменяла позиции, потому что они так громко разговаривали, вот, сейчас вспомните, о чем я говорила, в общем, я, я обожаю этот город за то, что он делается свободным, свободным в том, что ты делаешь, свободным в том, что ты думаешь, и это, это очень ценно, мне кажется, до той степени, пока ты не, ну, твоя свобода, ну, заканчивается там, где начинает свобода другого человека, и пока ты не переходишь это, то есть, как бы, ты можешь делать все, что угодно, и это настолько круто, не знаю, просто идти с плеером, служить музыку и подпевать, просто, просто потому что, просто потому что ты хочешь подпевать, и, не знаю, в общем, да, это делает меня очень-очень счастливой. еще я очень, еще одна причина, почему я люблю Нью-Йорк, это люди, потому что, мне кажется, здесь ты можешь познакомиться с людьми просто всего мира, здесь все откуда-то приехали, и все нормально к этому относятся, то есть, да, у меня акцент, у тебя акцент, здесь у всех акцент, вот, наверное, легче встретить кого-то, кто приехал, чем того, кто родился в Нью-Йорке, то здесь, ну, люди прям просто приехали просто со всего мира, это очень здорово, хотя говорят, что, типа, в Нью-Йорке люди злые, не знаю, мне кажется, люди добрые, что, не знаю, люди улыбаются, люди доброжелательные, люди желают хорошего дня, и спрашивают, как дела, не знаю, не потому что им все равно, просто, просто потому что они доброжелательные люди, и, как бы, они всем желают добра и счастья, не знаю, они позитивные, позитивные, и мне это очень нравится, мне кажется, вообще без позитива нет жизни, ну, как бы, пессимизм, пессимизм еще никому не помог жить, да, что я еще люблю про Нью-Йорк, покушать, тут 100 миллионов возможностей покушать, наверное, рестораны с любой кухней, на любой выбор, и сегодня такая, ну, хотя, наверное, это везде, но как-то здесь я это больше, больше, больше на себе вкусила, к тому же я питаюсь, как бы, не так, как все, но при этом я всегда и везде могу найти, что я поем, и, то есть, все к этому нормально относятся, даже если ты приходишь в стейк-хаус, где все едят стейки, и ты говоришь, что я не ем мясо, сделайте мне овощи на гриле, и они, да, конечно, конечно, мы сделаем, может, что-то еще, и, то есть, к этому все нормально относятся, и я обожаю, обожаю это, обожаю это в городе, ну, и из продуктов, тут очень много всяких вкусняшек веганских, да, в Питере их только нету, конечно, ну, они тоже есть, но здесь их больше и больше, вот, мне это очень нравится, и не знаю, что я еще люблю, то, что, ну, я не знаю, я просто безумно люблю этот город за то, что, я люблю за то, что я здесь счастлива просто, я не могу, я не могу описать, просто я иду по городу и улыбаюсь, ну, я просто заду себя на мысли, что, там, в первый раз в жизни я делаю то, что всегда хотела делать, и я наслаждаюсь каждым моментом, я не думаю о том, кто и что обо мне подумают, я просто наслаждаюсь моментом, наслаждаюсь собой в этом моменте, и получая жизнь и удовольствие, и это чувство настолько прекрасное, настолько классное, что, я не знаю, я желаю каждому, каждому из вас найти то место, где бы вы почувствовали это, где вы обрели бы это, потому что, ну, это настолько ценно, это, мне кажется, когда ты обретаешь это чувство, ты будешь заниматься это делать потом в любой точке мира и дома, но вот именно почувствовать это, вот как это, как это, это потрясающе, вообще, я вас, я всех зову в Нью-Йорк, приезжайте, я вам покажу чудесный город, я молчу о том, что он потрясающе красивый, ты всегда найдешь чем заняться, всегда что-то происходит, никогда не будешь скучать, ты всегда можешь пойти туда-сюда, здесь, ну, как бы, даже если ты один, даже если у тебя нет друзей, что на протяжении долгого времени происходило здесь со мной, потому что, ну, все-таки переезд, я не сразу нашла друзей, и сейчас у меня, ну, у меня один друг, но зато какой, вот, так что я всем желаю любви, добра, и чтобы вы были счастливы, и чтобы вы делали то, что вы любите, и получали от этого удовольствие, и не думали о том, кто и что про это подумал, мне кажется, самое важное, вот, получать удовольствие от себя, от процесса, от жизни, и не думать, кто что про это подумает, как на тебя посмотрят, как тебя судят и так далее, это вообще, это все не важно, вот, главное, что ты думаешь об этом, и, да, вот, так что спасибо большое, что вы посмотрели, я надеюсь, что я смогу что-то из этого смонтировать, вот, подписывайтесь на мой канал, поставьте мне лайк, я желаю вам всего самого доброго, пока-пока, целую вас, обнимаю, приезжайте в Нью-Йорк, тут очень хорошо, тут очень хорошо, пока!